Сегодня, этой ночью, мы с вами находимся на одном из собраний нашего любимого и избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На собрании знания, собрании веры, собрании очищения души. До того как начать, уважаемые братья, на подобных собраниях мы обязательно должны сформировать благословенные намерения. Мы присутствуем здесь с намерением научиться религии Аллаха. Мы сидим с намерением практиковать то, что узнали из религии Аллаха. Мы должны сидеть с намерением донести до других то, что узнаем из шариата Всевышнего Аллаха. Мы присутствуем здесь, чтобы научиться, но не забываем, что мы также должны передавать послания другим. Мы не забудем, что требуется притворять в жизнь то, что выучили, а не просто набирать сознаний. Аллах ведь любит дела. Мои любимые в Аллахе братья, наша лекция и благословенное собрание называется «Подошел месяц прощения». О Аллах, прости нам все наши грехи, малые и большие, первые и последние, явные и скрытые, ночные и дневные. Те, которые мы совершили в шутку и серьезно. Те, о которых мы знаем и о которых не знаем. О которых помним и о которых уже забыли. Мы не будем ждать, пока наступит Рамадан, чтобы нам было прощено. Мы просим у Аллаха прощения. Мы заплачем у порога Его господства. Быть может, Аллах посмотрит на нас с прощением, милостью, щедростью, великодушием и добротой. Воистину, Аллах видит меня и вас. Знает, что в моем сердце и что в ваших сердцах. Но, уважаемые мои братья, Рамадан — это остановка. Рамадан — это шанс. Мы поняли это, братья мои? Мы не будем ждать Рамадан, чтобы Аллах простил нас. Аллах всепрощающий, как до Рамадана, так и после Рамадана. Но этой ночью мы хотим разжечь наш пыл, чтобы суметь вести себя в Рамадане правильно и верно действовать. Это то, чего мы ожидаем. Прощение может быть, как в Рамадане, так и после Рамадана. И тому, кто будет хорошо думать об Аллахе, Аллах воздаст согласно его мнению о нем. Пророк, да благословит его, Аллах приветствует, сказал, передавая слова своего Господа в хадисе, я таков, каким меня считает мой раб. А посему, пусть он думает обо мне так, как хочет. Клянусь Аллахом, мы считаем, что Аллах обладает обширным прощением. Он всепрощающий. Аль-Гафар. Он прощающий. Аль-Гафур. Оба эти имени, Аль-Гафур и Аль-Гафар, стоят в усиливающей значении форме. И тот, кто сказал это, Аллах, Он сказал о своей возвышенной сущности, что Он, Аль-Гафур, Аль-Гафар. О Аллах, так прости нам наши грехи и не умерщвляй нас до того, как сотрешь наше несчастье со свитков наших деяний. И не опозорь нас в день, когда мы предстанем перед тобой, в день, когда мы будем стоять перед тобой. Сегодня у нас лекции и уроки, но завтра будет предстояние перед Господом миров. Предстояние перед Всевышним Создателем. И если в моем свитке окажется грех, какой же это будет позор? Какой стыд перед Господом миров? Мы нуждаемся в прощении всегда, а не только в Рамадане. Мои любимые в Аллахе братья, Рамадан, это месяц прощения. Рамадан, это месяц покаяния. В Рамадан, шайтанов заковывают в кандалы. В Рамадан открываются врата райских садов. В Рамадан запираются врата огненной гиены. Рамадан, это лекарство от всякой беды. Рамадан, лечение от любой печали. Рамадан, ведет сердца к Создателю. Рамадан, это возвращение тех, кто бежал от Аллаха. Рамадан, это успокоение души с ее покровителем. В Рамадан, Аллах становится ближе к своим созданиям и приближает их к себе. Не только сам раб может приблизиться к нему. И это приводится в словах пророка, на благословитого Аллах и приветствует, который он передает от своего Господа. «Если мой раб приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть». Братья мои, это хадис о двух направлениях. О твоем направлении к Аллаху и о том, как Аллах направляется к тебе. Мы всегда говорим о том, как мы должны приближаться к Аллаху. Приближайся, приближайся, приближайся. Но мы забываем божественную милость и божественную щедрость, когда приближается Он, Свят Он и Велик, Который говорит, «Я приближусь к нему на локоть, я приближусь к нему на сажень, я брошусь к нему бегом». Братья мои, ощутили ли мы эту близость? Почувствовали ли мы близость Аллаха к нам? Ощутили ли мы, что Аллах близок к нам своей милостью, щедростью, великодушием и прощением? Аллах приближается. Всегда ли мы останавливаемся перед словами Всевышнего Аллаха в этом хадисе? «Я приближаюсь, я приближусь». О, Аллах, не умерщвляй нас, пока мы не вкусим сладость веры. И умертви нас на повиновении тебе, о милосердный, о милостивый. Уважаемые братья, этот месяц щедрый, Карим, и его щедрость от Аллаха. Возможно, я или ты, один из нас, два, три, десять, недостойны его. Но Аллах щедро дарует нам его. Он щедро одаряет. Его дары невозможно описать. Они безграничны. И сколько же нам дарит Господь миров? Всевышний Аллах раздает эти дары, даже если раб не хочет и не заслуживает их. Вы забыли, что Аллах дал фараону да'у от мусы, хотя знал, что фараон не примет ислам. Это была щедрость от Аллаха. Вы забыли, как Всевышний Аллах одарял народы Ад и Самуд. Хотя Аллах обладал изначальным знанием о том, что они не последуют прямым путем и не покорятся ему. Это была щедрость от Аллаха. Он отправил к ним пророка, хотя знал, что они так и не скажут Ля Иляхи Лаллах. Всевышний Аллах дарует Рамадан умми. Хотя, возможно, в умме есть тот, кто отказывается от него, кто беспечен, невежественен, неосторожен, но в этом выявляется щедрость. Щедрость. Божественная щедрость. Аллах назвал себя Аль-Карим. Щедрый. Как мы восхваляем щедрых царей земли, щедрых министров, бизнесменов. А щедрость Господа миров больше, чем любая щедрость, которую только знало человечество. Это щедрость от Всевышнего Аллаха. Он назвал себя Аль-Васи'а. Широкий, объемлющий. То есть, широкий в своей щедрости, щедрый в дарении своих подарков, всеобъемлющий в своей милости и благодеяниях. Клянусь Аллахом, мы не сможем познать щедрости Аллаха. Мы не сможем постичь ее, уважаемые братья. Всевышний Аллах говорит в своей благородной книге. Причист он и славен. Месяц Рамадан — это месяц прощения. В этот месяц мы имеем дело с обладателем необъятного, всеобъемлющего прощения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это прощение от Аллаха. К кому он обращается, братья? К кому обращается? Вы знаете, к кому он обращается? К тем, кого мы с тобой ругаем. Мы говорим, брат, вот тот человек пьет алкоголь, а вот тот изнасиловал женщину, а тот напал на маленького ребенка, а тот кого-то убил. Мы ненавидим их, проклинаем и говорим, да упасет нас Аллах, да не приветствует его Аллах, и да не оставит он его в здравии. Мы не сидим рядом с такими людьми. И Аллах воспитывает нас. Что он говорит? Скажи моим рабам. Он говорит, хоть вы и ненавидите их, я скажу им, мои рабы. Если вы так строги с ними, вы изгнали их из ваших собраний, вы не плакали по ним в ночных намазах и не желали для них наставления на прямой путь, они все равно остаются моими рабами. Поэтому я скажу грешникам, скажу изгнанным, скажу тем, кто далек от Аллаха, даже если мы так жестоки с вами. Знаете, что мой Господь более милосерден и щедр. Аллах исправляет нас из-за вас. Он исправляет слишком строгих и суровых из-за грешников. Оставьте моих рабов. Они мои рабы, даже если они излишествовали. Не гоните их из ислама, только из-за их грехов. Не желайте, чтобы они умерли от передозировки героина или чтобы умерли, слушая песни. Как мы слышали от некоторых братьев о смертной казни того юноши из-за Кассима, который собирал людей и занимался дрифтом. Что ты чувствовал по отношению к нему? Пусть он умрет. Скажи, да помилуй этого Аллах. Он же мусульманин. В его сердце, ля и ля галя Аллах, мы с тобой, может быть, смотрим только на то, что он занимался дрифтом и стал причиной смерти людей. А Аллах открыл дверь прощения даже для того, кто кого-то убил. Даже для убийцы. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, подающий больше всего надежд аят в книге Аллаха. Больше всего надежд в книге Аллаха подает аят, в котором Всевышний Аллах говорит. Как этот аят может быть самым жизнеутверждающим и подающим надежды, когда в нем упоминается мучение в гиене и мучение от обжигающего огня? Аль-Хасан Аль-Басри говорит, потому что Всевышний Аллах сказал, и не раскаялись. То есть, если бы они раскаялись, то не было бы этих мучений в гиене и не было бы мучений от обжигающего огня. Что сделали те люди? Занимались дрифтом с какими-то людьми? Кто-то с ними столкнулся и умер? Нет. Те люди схватили Аль-Лия Аллаха и убили их. Они бросили их в огонь и сожгли. Вместе с этим Всевышний Аллах говорит, если вы раскаетесь, мы простим вас и примем вас. Таково решение Аллаха. Он всепрощающ, милосерден и принимает покаяние. И вот у нас появился шанс. Я прошу Аллаха довести до нас с вами Рамадан. У нас появилась возможность получить божественное прощение, всеобъемлющую щедрость и безграничное великодушие. Поистине у Аллаха каждую ночь из ночей Рамадана будут освобожденные от огня люди. Каждую ночь, не только в последние 10 ночей Рамадана. Некоторые люди говорят, первые 10 ночей – это дни прощения, вторые 10 дней – дни милости, а последние 10 дней – дни освобождения от огня. Нет, эти дни начинаются с самого начала Рамадана. Аллах освобождает от огня. Поистине. У Аллаха каждую ночь, каждую ночь из ночей Рамадана будут освобожденные от огня люди. О Аллах, сделай нас из числа освобожденных от огня. Если Аллах освободит тебя от огня, кто тогда сможет вынести решение, что ты пойдешь в огонь? Ведь Аллах сделал тебя запретным для огня. О Аллах, сделай нас запретными для огня. О Аллах, сделай нашу кожу запретной для адского огня. И сделай нас из числа тех, кто перейдет в Сират за мгновение ока и войдет в рай в прекрасном виде, как полная луна. О Господь миров, о Господь, мы достигнем этого не за счет наших дел, но по Твоей милости, милосердию и щедрости, о Господь миров. Каждую ночь у Аллаха будут освобожденные от огня. Братья мои, это удивительная щедрость. Клянусь Аллахом, просто из-за того, что мы с детства слушаем проповеди, в которых повторяется одно и то же, у нас как-то притупились ощущения. Месяц Рамадан, это месяц прощения, месяц освобожденных от огня. Да, каждую ночь часть людей будет освобождаться от огня. Всевышний Аллах кого-то освобождает от огня каждую ночь? Аллах прощает в этом месяце, так как не прощает в другое время. Он дает нам удивительный подарок в этом месяце. Задумайтесь об этом. Этой ночью мы хотим пережить всю глубину чувств от слов Аллаха и слов Пророка до благословитого Аллах и приветствует. Послушайте эти аяты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые толкователи Корана сказали, что эти аяты касаются тех, кто постился в Рамадан. Ешьте и пейте, потому что вы голодали и испытывали жажду ради Аллаха. За то, что вы совершили в минувшие дни. То есть в дни Рамадана, когда вы держали уразу. Этот аят разрывает сердца некоторых людей. Они читают его и плачут. И плачут, и плачут. А некоторые толкователи Корана сказали, что в нем сказано о постящихся. Сколько раз мы держали уразу. Почувствовали ли мы что-то? Вот ты держишь пост в Рамадан. Ты сделал свой пост в выстаивании намазов безупречным. Почувствовал ли ты на себе это обращение к Господу миров? Братья мои. Братья мои, не забывайте, до Рамадана, до этой щедрости, до этого дара осталось две недели. Нам необходимо бояться, что мы можем его не застать. Ведь этот месяц дорогой и ценный. Тот, кто не готовит себя к нему, не пожнет все его плоды. Готовь себя. Пусть Рамадан начнется только тогда, когда ты готов. Одним из главных способов подготовки к нему является частая дуа. Постоянно поднимай свои руки. Состояние покорности и смирения перед Аллахом. Представь смерть перед тобой. Ты умрешь сегодня ночью, завтра или послезавтра. Ты умрешь незадолго до наступления Рамадана, за день до Рамадана. И скажи, о Аллах, доведи до меня Рамадан. О Аллах, доведи до меня Рамадан. О Аллах, доведи до меня Рамадан. И твое сердце внутри разрывается из-за того, что, возможно, ты не застанешь Рамадан. Возможно, тебя не запишут среди тех, кто застал тот месяц и получил доступ к этим великим сокровищам и возвышенному божественному воздаянию. Знаете, братья, некоторые люди переживают, плачут и обливаются слезами, когда им говорят, что завтра Рамадан. Потому что до этого они целый месяц или даже целый год говорили, о Аллах, доведи до меня Рамадан. О Аллах, доведи до меня Рамадан. Продли мою жизнь, чтобы я дожил до этого месяца. О Аллах, сделай так, чтобы я застал Рамадан в этом году. О Аллах, доведи его до меня. Он боится умереть до него. Ты видишь, как тот, кто чем-то болеет и предполагает, что может скоро умереть, доживает до Рамадана и плачет от счастья. Потому что он чувствует, что чуть было не лишился Рамадана. Однажды я был с одним братом, и нам позвонили и сказали, идите в мечети, сегодня объявлен первый таравих. И тот брат расплакался. Я сказал ему, радуйся, альхамдулилях, Аллах довел до нас этот месяц. Он сказал, шейх, моя бабушка умерла два дня назад, и она так мечтала застать этот месяц. Посмотрите, кто чувствует радость от того, что он заходит в этот месяц. Это тот, кто знает, что может лишиться его. Один человек, уважаемые братья, живет через 2-3 улицы от своего отца. В неделю он приходит к нему один раз. Один раз в неделю он ходит к отцу. Но если ему скажут, что твой отец чуть не умер из-за инсульта или остановки сердца, он пожалеет, что приходил к своему отцу всего один раз в неделю, он скажет, о, если бы я ходил к нему ежедневно, если бы я пришел к нему вчера, до того, как он умер, до того, как у него остановилось сердце, до того, как у него случился инсульт. Также, уважаемые братья, мы не чувствуем душевной тоски по Рамадану. Но если мы на самом деле и со всей глубины нашего сердца не почувствуем, что мы можем не дожить до него в этот год, и сколько мы знаем любимых нам людей, которые уже купили вещи для Рамадана, подготовились к нему, после чего Аллах забрал их души за 2 дня до Рамадана. Один человек отъехал и сказал, иншаллах, я буду поститься. А по дороге машина перевернулась, и он умер. Он не дожил до Рамадана, не постился Рамадан, не застал Рамадан. Гарантировано ли нам, что мы его застанем? Так что делай много дуа. Подготовь к себя, к познанию ценности Рамадана. Бойся, что он уйдет от тебя и готовься к нему в своих делах. Всегда представляй, что не доживешь до него. Это было сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует в намазе. Он говорил, совершай намаз как человек, прощающийся с этим миром. Возможно, это будет твой последний намаз. Возможно, ты не застанешь Рамадан. Так подготовь себя. Покажи Аллаху всю искренность. Этот месяц, уважаемые мои братья, о котором мы переживаем, что не застанем его. Мы просим Аллаха довести его до нас. Даже если согласно изначальному знанию Аллаха, мы не должны дожить до него. О Аллах, ты свидетель того, что мы ждем его прибытия. Мы тоскуем по встрече с ним. О Аллах, даруй нам награду, даже если мы не доживем до него, тому, чье намерение было искренним. Аллах может дать степень шаида, даже если он умрет на своей постели. Того, кто был искренен в просьбе об этом месяце, Аллах наградит, даже если он не доживет до него. Я всегда говорю своим братьям и любимым мне людям, как только заканчиваешь хадж, скажи, о Аллах, доведи до меня следующий хадж. Будь искренним с Аллахом в своей просьбе. Если ты доживешь до него, это хорошо. Если ты не доживешь, то твое намерение утвердится перед Всевышним Аллахом. Того, кто начинает учить Коран, желая выучить его наизусть, а Аллах упокоит его душу до того, как он закончит учить Суру Аль-Бакара, мы надеемся, что Аллах воскресит его вместе с Хафизами Корана и окажет почет его родителям. Намерение может дать больше, чем деяние. Этот месяц, мои уважаемые братья, задумайтесь вместе со мной. Это месяц прощения. Прочувствуйте вместе со мной этот хадис. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, тому, кто во время Рамадана будет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. И все? Нет. Аллах хочет простить тебя. Аллах хочет принять твои покаяния. Хочет, чтобы ты пошел прямым путем. А люди, распространяющие свои страсти через телевизионные каналы, желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Всевышний Аллах дал тебе прощение. Он хочет, чтобы ты всего лишь продержал уразу в этом месяце с верой и надеждой на награду. Что значит с верой и надеждой на награду? Веря во Всевышнего Аллаха и надеясь на его награду. Не лицемеря в этом. Тому будут прощены его прошлые грехи. Давайте продолжим хадис. И тому, кто будет выстаивать Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Все? Нет. И тому, кто выстоит ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Сделай это, раб мой. Или хотя бы то, или это. Тебе необходимо что-то сделать, чтобы тебе было прощено. Если ты будешь поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, будешь выстаивать намазы в Рамадане с верой и надеждой на награду Аллаха, или хотя бы выстоишь ночь предопределения, тебе будут прощены твои грехи. Когда Ибн Хаджр комментировал этот хадис, он говорит, в этом хадисе явно видно, что Всевышний Аллах прощает и большие грехи, и малые. Он сказал, Ибн-Уль-Мунзир был уверен в том, что в Рамадане Аллах прощает и большие, и малые грехи. Я привел слова Ибн Хаджра, хотя ученые имеют много разных мнений по этому вопросу. Вы видели, братья мои? Посмотрите на слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы помним наизусть этот хадис, но сегодня мы должны задуматься о нем и захотеть дожить до этого месяца, застать его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, пять намазов, и от пятницы до следующей пятницы являются сглаживанием грехов, совершенных между ними. Затем он сказал, и с Рамадана до следующего Рамадана стирай то, что между ними, если отдаляться от больших грехов. Задумайтесь об этом. С Рамадана до Рамадана. О, Аллах, доведи до нас Рамадан в этом году. Если ты застанешь Рамадан, тебе будет прощено то, что было до этого Рамадана. Так же и в намазе. У Всевышнего Аллаха, мои братья, есть ангелы. Они сменяют друг друга между нами ночью и днем, вознося наши деяния к Аллаху. О, Аллах, Господь наш, не очерняй наши лица нашими деяниями. Наши дела поднимаются к Аллаху два раза в день. Мои и твои дела показываются Аллаху дважды в день. Если бы, братья, мы прочувствовали этот хадис, клянусь Аллахом, братья, нас бы постиг страх и переживание. Мои дела показываются Аллаху? Если бы в этой мечети поставили камеру и снимали, пока мы делаем намаз. Если бы нам сказали, что мы будем снимать ваш намаз, как вы тут молитесь? Люди будут наблюдать за вами, пока мы молимся? Это ужас. Пусть они не увидят, как я ошибаюсь, что-то делаю не так. Возможно, даже самый искренний из нас скажет, «Мне нужно будет делать намаз еще лучше, чтобы люди взяли с меня пример». Он улучшит свое намерение. Так что же будет, если тот, кто тебя видит, это кто? Всевышний Аллах. И после того, как он уже видит твои дела, их возьмут и поставят перед Аллахом. Ангелы сменяют друг друга. Между вами ночью и днем. С фаджар намаза до асар намаза. Те, кто приходит на фаджар намаз, начинают собирать твои дела до асара. Они собирают дела за день и относят их к Аллаху. А те, кто спускается на асар, собирают твои дела за всю ночь. И на фаджар относят их к Господу миров. Теперь задумайтесь. В некоторых хадисах говорится, что Всевышний Аллах говорит. И все это происходит между фаджаром и асаром. В начале этого временного периода и в его конце. Ангелы говорят, «Когда мы встречали его, он делал намаз. И когда оставляли его, он делал намаз». Тогда Аллах говорит, «Простите ему то, что было между этими двумя намазами». Человек начал это время с повиновения Аллаху и закончил его повиновением Аллаху. «Простите ему то, что было между двумя этими намазами». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто будет молиться, бардейн, зайдет в рай». То есть, если фаджар намаз и асар намазы, он делает в джамаате. Итак, если Аллах прощает тебе грехи между фаджар и асар намазами, из-за того, что ты сделал их в джамаате, Аллах прощает в рамадане грехи, которые случились между этим рамаданом и прошлым. О, Аллах, доведи до нас рамадан в этом году. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, однажды сделал дуа. И на его дуа бывает ответ. И какое же пугающее это дуа. Представьте себе, братья, к нам сюда приходит какой-то шейх, затем смотрит на одного из нас и говорит, «Я прошу Аллаха унизить тебя. Я прошу Аллаха унизить тебя. Я прошу Аллаха опустить твою голову от стыда». И это просто шейх. Может быть, он совершает какие-то плохие дела по ночам. Мы просто их не знаем. Но сейчас мы испугались, потому что выглядит он религиозным. Он сделал против нас дуа, и мы говорим, «О горе нам». Так что же сказать о том дуа, который произнес посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, и на которое точно будет ответ. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит и делает дуа об унижении этого раба. Он говорит, «Обделен будет тот, кто застал Рамадан, затем вышел из него, и ему не было прощено». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «О Аллах, О Господь, Ты унизишь его, того, к кому пришел этот месяц, потом закончился, и ему так и не было прощено. Толкователи этого хадиса говорят, почему? Потому что он не возвеличивал Аллаха в этот месяц и заслужил это унижение. Он не возвеличивал Аллаха, он не уважал этот месяц, он не ценил этот месяц и заслужил, чтобы Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сделал против него дуа. Да унизит тебя Аллах, так же, как ты унизил этот месяц, потому что Рамадан это месяц прощения. Ты застал его, и тебе не было прощено? Пророк да благословит его Аллах и приветствует, словно удивляется и говорит Да унизить тебя Аллах, таким был твой месяц? Такими были эти великие дни, которые возвеличил Всевышний Аллах и возвысил их степень Рамадан это удивительный месяц Даже если бы в Рамадане не было поста и специальных намазов Он сам по себе оставался бы удивительным Аллах восвалил его и отозвался о нем с похвалой Так каким он будет, если добавить к нему пост и дополнительные намазы? Если говорить о достоинствах Рамадана, то его достоинства бывают двух видов Достоинства самого месяца и достоинства намазов и поста Поэтому если человек доживет до этого месяца Даже если он не постится и не выстаивает намазы Например, он очень старый Или как больной человек, который не может поститься и выстаивать ночные намазы Но то, что они застали этот месяц, уже большое достоинство и милость Даже если они не будут держать уразу и не будут делать дополнительные намазы Этот месяц сам по себе достойный месяц Поэтому, уважаемые братья Пророк да благословит его Аллах и приветствует с похвалой, отзывался об этом месяце Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о месяце Рамадане Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил о тех делах, которые находятся внутри этого месяца Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел сподвижник, спрашивая у него совета о том, что ему делать в течение этого месяца Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отвечал, тебе следует поститься Поистине, нет ничего равного посту Посмотрите на достоинства этого месяца И достоинства, величия и важность тех дел, которые совершаются в течение Рамадана Как будто бы у тебя есть какой-то сосуд И в нем есть один из райских напитков Ты получил все благо Сосуд — это Рамадан А сокровище внутри него — это ураза, дополнительные намазы, чтение Корана и благие дела Особенно те дела, в которых содержится прощение Наша сегодняшняя лекция о месяце прощения Примени все хадисы, в которых говорится о прощении в Рамадане Старайся следовать им в Рамадане Тому, кто скажет «Субханаллахи вабихамдихи» Сто раз в день будут прощены его грехи Даже если они будут количеством с морскую пену Исполняй этот хадис в Рамадане Рамадан — месяц прощения И ты будешь делать в нем то, что способствует прощению Пророк да благословит его Аллах и приветствует Даже при принятии пищи призывает нас к благим делам Он говорит тому, кто поест, а потом скажет «Хвала Аллаху, который накормил меня этим и наделил меня этим Тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю Будут прощены его грехи Сделай это в Рамадане После того, как ты разговляешься Наешься, поешь и попьешь Скажи «Хвала Аллаху, который накормил меня этим И наделил меня этим тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю Пусть в месяц Рамадан ты обретешь прощение Посредством дел, приводящих к прощению Пророк да благословит его Аллах и приветствует Хочет оживить сердца Он говорит «Тебе следует держать у разу Воистину нет ничего подобного ей» Ученые сказали, что этот хадис Означает, что пост Это дело, которое у тебя никогда не заберется Даже в судный день Мы знаем, уважаемые братья, что если кто-то придет в судный день И в Дунии он как-то притеснил одного Злословил о другом Пролил кровь третьего То все эти люди будут забирать из его благих дел Они будут забирать его хасанаты Он сказал Кроме поста Пост у него не заберут Тебе следует поститься Поистине нет ничего равного посту Нет ничего, что было бы равным ему Ибн Хаджир говорит Этот хадис говорит о том Что у него или абсолютно точно не заберут пост И он останется у него Или что пост более велик, чем все остальное Так что если его заберут у него От него останется еще что-то Всевышний Аллах примет тебя с остатками твоего поста Это подтверждают и слова Всевышнего Аллаха В хадисе Кудси Когда он сказал Все дела сынов Адама для них же самих, кроме поста Поистине он для меня И я сам награжу за него И его воздаяние велико Оно подобно морю В судный день из него будут черпать, черпать, черпать И оно не закончится Остатки твоих благих дел останутся с тобой И это касается всего одного дела в Рамадане Поэтому пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал В посте прощение В выстаивании дополнительных намазов прощение В выстаивании ночи предопределения прощение Хорошо, какой вид прощения? Ему будут прощены его прежние грехи В риваяте имама Ахмада Который некоторые мухаддисы сочли хорошим, Хасаном Говорится что? Первые и последние грехи О Аллах, поистине мы просим Твоей милости Тому, кто будет поститься Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха Простятся его первые и последние грехи Как сказал пророк да благословит его Аллах и приветствует Усману ибн Акфану Усману не повредит то, что он сделает после сегодняшнего дня И как пророк да благословит его Аллах и приветствует Сказал участникам сражения при Бадре Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал Делайте что хотите, я уже простил вам Раб, уважаемые братья Не может полностью спастись от греха Мы же говорим Пусть раб особо не обнадеживается и не говорит Я буду грешить, грешить и грешить Ведь возможно в хадисе подразумевается только малые грехи Возможно в этом хадисе не говорится о больших грехах Как мы сказали, то добавление в риваяти Ахмада в хадисе некоторые ученые назвали хорошим Хасан И человек всегда должен следовать за тем В чем есть доказательства и о чем, сказали ученые Чтобы спасти свою душу и религию при встрече со своим Господом Не склоняясь к страстям Сегодня мы проводим лекцию, которая призвана воодушевить нас и разжечь наш пыл Чтобы мы пожелали наступления Рамадана Захотели работать и действовать, чтобы достойно встретить этот великий месяц Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит Ко мне пришел Джибриль И далее в этом хадисе говорится Будет отдален тот, кто застанет Рамадан и кому не будет прощено Скажи Аминь И я сказал Аминь, о Аллах То есть он будет отдален от Всевышнего Аллаха Будет отдален от блага Как это? Он застал этот месяц и ему не было прощено Так же, как этот хадис пугает В нем также содержится большая надежда Какая? Что это случается очень редко Что это вообще что-то исключительно и редчайшее Что верующий человек доживает до этого месяца И ему не прощается Это практически невозможно И на него попадает прощение Как говорили некоторые ученые В убытке будет тот Чья единица победила десяток Грех — это единица А благие дела — это десятки Так как единица греха может победить единицу благого дела Которое оценивается в десяток Благие дела больше в разы И несмотря на это грехи победили эти десятки Значит, этот раб ударился в преступления и грехи Так что единицы превысили его десятки Мы просим Аллаха смилостивиться над нами И простить нас Посмотрите, уважаемые братья Каким был ваш пророк да благословит его Аллах и приветствует в этот месяц Посмотрите, любимые мои братья Как сподвижники пророка да благословит его Аллах и приветствует готовились к этому месяцу Как я вам уже говорил До этого великого месяца нам осталось всего две недели Две недели Посмотрите, как сахабы тосковали по Рамадану Мы хотим также потасковать эти две недели Мы хотим подготовиться Достаточно ли этого, братья? Клянусь Аллахом, это не вопрос лекции или урока Вопрос не в том, чтобы ты приходил на лекцию, собирался, чтобы поговорить Мы хотим начать действовать Мы на самом деле хотим стать, как те люди, которые опередили нас И исполняли на практике то, что слышали Ибн Раджаб говорит, что первые сподвижники пророка да благословит его Аллах и приветствует Не делали различий между ваджабом и сунной Они видели, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, что-то делает И делали так же Эти различия появились, когда мы захотели говорить о бахкамах, шарятских положениях Но сподвижники не говорили Да, это сунна, оставь ее Как это делаем мы сегодня Мы не говорим, что сунна поднимается до степени ваджаба Напротив, среди наших ученых, учителей, шейхов, даже из праведных салифов Были те, кто специально оставляли сунну, чтобы показать людям, что это не ваджаб Потому что если считать, что сунна это ваджаб, это будет катастрофа Очень неверное убеждение Но сподвижники, да будет доволен имя Аллах, понимали, что это сунна, а то ваджаб Но они брали и то, и это Они не говорили Эй, человек, оставь это, не делай Это всего лишь сунна Человек выстаивать ночь в дополнительных намазах, это не ваджаб Оставь это И вот кому-то из нас уже 50 лет И дополнительные намазы ночью он читал только в Рамадане Человек, дополнительный пост Это сунна Сунна, оставь уже его И вот кто-то из нас постился только в Рамадане Брат мой, борода это сунна, убери бороду И когда мы окажемся среди куфаров Мы ничем не будем отличаться от них внешне Да ладно тебе, это же сунна, оставь ее Это обычное дело Ученые имеют разногласия в этом и в том Сахабы брали для себя образ пророка да благословит его Аллах и приветствует И практиковали его в своей жизни Они брали жизнь пророка да благословит его Аллах и приветствует И делали ее своей жизнью Они перенимали сокровенные мысли пророка да благословит его Аллах и приветствует и делали их своими сокровенными мыслями. Он плакал из страха перед Аллахом, и они плакали из страха перед Аллахом. Он скрывал некоторые свои дела, и они скрывали некоторые дела. Он выстаивал ночью в намазе, и его сердце бурлило, как котел, и они выстаивали ночью в плаче и смирении. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял впереди войска муджаидов, и они были в первых рядах муджаидов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жертвовал своим временем, имуществом и своей душой, и они жертвовали своим временем, имуществом и душами. Они были словно копией пророка, да благословит его, Аллах и приветствую. Так давайте, мои любимые братья, клянусь Аллахом, вопрос не в лекции. Что такое лекция? Мы можем зайти в интернет и посмотреть ее. Зайди сегодня в интернет, напиши в гугле «Рамадан и прощение», и тебе откроются уроки, лекции, слова, публикации, файлы. Послушай их. Но, как сказали опытные, мудрые люди и ученые, о разных технологических средствах. Мы можем взять от них только религиозные знания, но получить истинную суть религии мы сможем только, если будем практиковать религию. Религиозные знания могут быть в словах, но истинную сущность религии мы постигнем только тогда, когда будем практиковать ее в жизни. Поэтому, уважаемые братья, сахабы не брали слова пророка, да благословит его, Аллах и приветствуют, и просто записывали их. Они записали их своими ногами на земле. Это были дела. Братья, подготовили ли мы наши души к Рамадану? У кого из нас есть план? Это месяц прощения, месяц освобождения от адского огня, месяц, в котором есть удивительные и великие деяния. Подготовили ли мы к нему наши души? Сколько осталось до Рамадана, братья? Две недели? Я заклинаю Аллахом ответить каждого из вас, если ты женишься через две недели. Клянусь Аллахом, ты не придешь на эту лекцию. Ты не пойдешь на эту лекцию, ты будешь считать, что тебе за это полагается награда, за то, что ты оставил все свои уроки и лекции, потому что ты готовишь себя к важному делу. Ты идешь к портному, идешь на рынок, чего ты добиваешься? Покупаешь, продаешь, обсуждаешь, готовишь спальню, обставляешь квартиру, раздаешь приглашения людям. Правильно? До моей женитьбы осталось только две недели. Так что же будут делать те, кто хочет жениться на райских гуриях? Что будет делать тот, кто хочет попасть в Господу миров? Что должна делать та женщина, которая говорит, «Я хочу быть как Аиша, хочу победить гури в раю». А ты уже подготовила себя к этому? Подготовился ли ты? Осталось две недели. Что ты сделал? Клянусь Аллахом, уважаемые братья, если кто-то из нас посмотрит сейчас на выпускников школы, они все в заботах, днем и ночью, они подают свои документы и аттестаты, думают, в какой университет им поступать, на какую специальность учиться, правильно или нет? Разве кто-то из нас порицает их? Я буду первым из вас. Наоборот, если ко мне кто-то придет и скажет, «Я и Богу, я не пришел на твою лекцию, потому что был занят подачей заявления в университет, я скажу ему, да обелит Аллах твое лицо». Ты поступил верно? Это правильно. Лекция может быть и потом, а сейчас. Тебе обязательно нужно искать, чем ты будешь зарабатывать на жизнь, чтобы тем самым служить исламу. Не просто набивать живот, а расходовать деньги на да'ват, покупать на них книги, обучать людей религии Аллаха, покрывать свои нужды. Однажды мимо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прошел один сильный юноша. Что сахабы сказали о нем? Что они говорят? Вот если бы сила и энергия этого человека была использована на пути Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «На пути Аллаха, пока он не будет убит, то есть для вас на пути Аллаха это значит только джигад и все?» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал им великие объяснения. Он сказал, кто вышел по делам своих родителей, тот на пути Аллаха. Кто кормит своих детей, тот на пути Аллаха. Кто вышел заработать себе на хлеб, чтобы не просить других, тот на пути Аллаха. И потом красным цветом. Что он сказал? Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, но если он вышел из страсти к преумножению, он на пути тагута. Он просто хочет собирать еще, еще и еще. Много денег, много вилл, дорогие машины. Но эти деньги он не тратит, не тратит и не тратит. Аллах же говорит, расходуй, расходуй, расходуй. Он не говорит, собирай, собирай, собирай. Расходуй. Когда в арабском языке говорится, что какой-то человек нафак, это значит, что он умер. Так расходуй. Получал ответ на дуа каждую ночь. И каждую ночь он приходил к своим детям. В чем была милость Аллаха? Его жена и дети не были чем-то обделены. Они ели, пили, наслаждались жизнью. Какая милость Аллаха в вашей еде? Клянусь Аллахом, сегодня у нас еды больше, чем необходимо. И мы можем раздавать еду бедным каждый день или через день. Мы не можем достичь того уровня. Но скажем, посмотрите на тех людей, какие благие дела они делали. Если мы сделаем что-то с остатками нашего имущества, например, моя зарплата 10 тысяч реалов или 15 тысяч реалов, и мне и семье хватает 6 тысяч, 4 тысячи лишние. Мы не говорим потрать все эти 4 тысячи. 3 тысячи отложи. Может быть, завтра ты захочешь купить дом, а тысячу реалов расходуй на пути Аллаха. Поэтому, уважаемые братья, одно из того, что я вам скажу и о чем предупрежу, я люблю вас ради Аллаха и призываю вас до Рамадана. Расходуйте. Расходуйте имущество. Сделай это сам. Пусть не начинается Рамадан, пока остаются бедные семьи. Есть бедные люди, клянусь Аллахом. Начинается Рамадан, а у них нет ни мяса, ни курицы, ни даже риса и макарон. Такой человек смотрит на своих соседей. Этот сосед несет себе мешки. Другой сосед принес себе домой мешки с едой, а тот человек весь в долгах. Вся его зарплата уходит на аренду квартиры. Клянусь Аллахом, есть такие люди. Мы с тобой купим что-то, и у нас еще остается много денег от зарплаты. У нас вообще может быть слишком большая зарплата. Мы покупаем вещи к Рамадану, которых бы хватило на 10 семей, для нас одних. Ежедневно мы выкидываем остатки еды в мусор. Я не говорю, чтобы ты ничего не покупал на Рамадан. Если ты можешь, конечно, покупай. Пусть семья хорошо ест и пьет в Рамадане. Наоборот, пусть твоя семья полюбит Рамадан, даже если она полюбит его через еду и питье. Ничего страшного. Я не говорю, чтобы ты ничего не покупал. Покупай. Купи также что-нибудь своему племяннику. Один твой племянник беден. Он сын твоего дяди. Не просто какой-то посторонний человек. Он твой племянник. И ты знаешь, что у него долги. Он не может ничего купить, так как ты. Ты наслаждаешься жизнью, а он нет. Каждый день он ест черствый хлеб. Или может отправлять свою семью разговляться в благотворительные палатки. Ты знаешь его. Он сын твоего дяди по отцу. Или дяди по матери. Или он один из родственников твоего отца или матери. Я завещаю вам, братья мои, достать наши деньги до Рамадана. И даже закят. Факихи. Факихи агаль сунна валь-джама'а утвердили один важный вопрос, который должны знать все. Особенно бизнесмены. Расходование имущества связано не с определенными священными и благословенными периодами времени, а с временем нужды. Кто-то из нас хочет выплатить закят и говорит, ей-богу, я дам его только в Рамадане. Человек, ей-богу, я выплачу его только в Рамадане. А почему? Он говорит, в Рамадане награда увеличивается в разы. Нет, шейх. Твоя награда будет больше, если ты выплатишь свой закят в момент, когда в нем больше нуждаются. Представьте себе, уважаемые братья. Исламская умма переживает времена сражений и джихада. Люди просят бизнесмена помочь муджахидам. А он отвечает, приходите ко мне в Рамадане. Хорошо, но тогда кафиры съедят нас и сотрут исламское влияние в этом регионе. Таким образом, мы не должны медлить во время нужды. Ожидая какого-то более благословенного времени. Достаньте ваше имущество прямо сейчас. Накормите людей. Дайте людям попробовать ваши деньги. Пусть люди поедят, попьют, так же, как мы едим и пьем. Дайте им насладиться. Поищи того, у кого нет кондиционера. Купи ему кондиционер. Наши ученые, да сохранит их Аллах, говорили. Расходуйте имущество на бедняков в Рамадане, чтобы помочь им поститься. Чтобы они постились. Вы не встречали некоторые вопросы по фигху? Вот кто-то спрашивает. Я не смог поститься из-за ужасной жары. Какой хукм этого? Сходите в бедный дом в Рамадан. В этом году погода вообще очень жаркая. Купите им два кондиционера. Помогите им в посте, чтобы они смогли поститься. Купи бедняку еду и питье, чтобы он не должен был крутиться в полдень в своем такси и из-за этого прерывать пост. Я скажу ему, нет, в Рамадан не езди на такси, сиди дома. Возьми эти деньги и купи себе чего-нибудь. В чем ты нуждаешься? Некоторые люди говорят, что мы даем им деньги и не знаем, на что они их потратят. Но у тебя же есть эти торговые ассоциации, оптовые рынки. Иди туда и дай денег. 500 реалов. И тебе выдадут счет на 500 реалов. Тысяча, и тебе дадут счет на 1000 реалов. 10 тысяч, и выдадут счет на 10 тысяч. Как ты захочешь. Возьми этот счет, пойди с ним к тому бедняку и скажи. Возьми это. Иди на такой-то рынок, такой-то магазин. Купи себе что-нибудь, это их чек. Купи что-то за 500 реалов, хорошо. Что-то за 200, и осталось 300, их тебе вернут. Есть много решений и возможностей. Главное, братья мои, чтобы мы расходовали наше имущество. Если мы будем расходовать, братья, эта дунья выйдет из наших сердец. И когда зайдет Рамадан, мы уже будем смотреть не на дунью, а на Ахират. Когда Аллах сказал, давайте милостыню и закат. Он не хотел, чтобы ты просто достал и тратил свои деньги. Нет, все это для того, чтобы дунья вышла из твоего сердца. Чтобы дунья покинула твое сердце. Расходуй деньги. Чтобы увидеть и убедиться, что Аллах возместит нам их. Зачем просто собирать? Давай людям, и Аллах даст тебе. Расходуй, о сын Адама, и я буду расходовать на тебя. Просто расходуй. Если же ты не будешь расходовать, как Аллах будет расходовать на тебя? Как Он сможет оказать тебе почет? Как Он сможет благословить тебя? В Коране говорится, которые скупятся и велят людям скупиться. А если кто отвернется, Аллах назвал скупого отвернувшимся. А если кто отвернется, то ведь Аллах богатый даст охвальный. Этот аят Аллах сделал знаком позора для иудеев. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Вы непременно последуете путями тех общин, которые были до вас». Это следование предыдущим общинам не обязательно должно выражаться в джинсах в обтяжку. А возможно, в чем? В том, что мы будем скупиться так же, как и они. Любить эту дунью так же, как любят ее они. Один из них желал бы жить тысячу лет. Это одно из их качеств. И в этом будет следование и подражание предыдущим общинам. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что в Ахырзамане, на самом деле, большинство из нас будут следовать за прошлыми общинами. Поэтому в Ахырзамане, как сказано в хадисе, «Аллах устранит почтительный страх из сердец ваших врагов». «А в ваши сердца вселит что? В ваши сердца вселит ваган». Сподвижники спросили, «А что это за ваган? Слабость, немощь? О, посланник Аллаха!» Он ответил, «Любовь к этому миру и ненависть к смерти». «Любовь к дуньи и ненависть к смерти». Поэтому, если говорить о нашем недавнем примере, тому, чья зарплата превышает его нужды на 4 тысячи, мы скажем, «Израсходуй эти лишние 4 тысячи только в Рамадане». «Израсходуй!» И он ответит, «Нет, брат, у тебя 12 месяцев. Собери за них эти 4 тысячи. И за один месяц израсходуй на пути Аллаха все эти 4 тысячи». Это месяц расходования, месяц щедрости. Он щедрее ко всему благому, чем вольные ветра. А любовь к дуньи скажет, «Нет, я потрачу только тысячу». Тот же, кто вывел любовь к этому миру из своего сердца, скажет, «Потрать их. Всего один месяц». 11 месяцев были твоими, а один месяц для Аллаха. Остальные 11 месяцев ведь твои. Конечно, люди могут быть в разных положениях. У них могут быть разные нужды и потребности. Но я говорю в общем. Таким образом, уважаемые братья, мы подготовимся, выводя дунью из наших сердец, путем расходования на бедняков, чтобы они постились так же, как постимся мы, и поможем им с постом. Мы подготовимся большим количеством дуа, чтобы Аллах довел до нас Рамадан. Подготовимся восполнением дней, которые мы не постились в прошлый Рамадан. И это касается особенно женщин. Некоторые женщины не держали столько-то дней в Рамадане, а потом забыли об этом. Необходимо восполнить те дни сейчас. Аиша восполняла свои пропущенные дни в Шаабане. Мы подготовимся к Рамадану, уважаемые братья, если будем тренироваться, делать рамадановские дела. Ибн Раджаб говорит в книге, Люди в Шаабане начинали постоянно читать Коран. Чтецы оставляли свои уроки в Шаабане. Мы же говорим, только в Рамадане. Абу Ханифа оставлял свои уроки только на время Рамадана и занимался чтением Корана. Нет, те люди занимались чтением Корана, начиная с Шаабана месяца. Люди приступали к Корану. Подготавливайтесь. Рамадан – это месяц Корана. Давайте готовиться до него за месяц. Рамадан – месяц выстаивания ночных намазов. Я подготовлюсь к этому. Рамадан – месяц поста. Я буду готовиться. Все благие дела в Шаабане – это подготовка. Шаабан подобен сунне, которую делают до фард намаза и которая подготавливает тебя к фард намазу. А шесть дней поста в Шаувале похожи на сунну, которую читают после обязательного намаза и которая исправляет твои погрешности, совершенные в основном намазе. Далее, уважаемые братья, давайте посмотрим на пророка, да благословит его Аллах и приветствует в Рамадане. Когда начинался Рамадан? Это месяц прощения, правильно. Но это прощение будет тогда, когда мы будем следовать мангаджу кого? Мангаджу пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я помню, как однажды прочитал брошюру, которая называлась «Положение салифов в Рамадане». Я захотел дать лекцию и назвал ее «Положение пророка, да благословит его Аллах и приветствует в Рамадане». Мы хотим быть как пророк, да благословит его Аллах и приветствует в Рамадане, потому что это самое высшее положение. Оно выше, чем положение салифов. Положение пророка, да благословит его Аллах и приветствует в Рамадане. Каким он, да благословит его Аллах и приветствует, был в этот месяц? Когда мы говорим о салифах, мы упоминаем, что один из них сконцентрировался на Коране, другой на дополнительных молитвах, третий еще на чем-нибудь. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уделял внимание всему этому. Так давайте вернемся к жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы Рамадан стал для нас месяцем прощения. Фраматан Пророк занимался дааватом. А что? Занимался дааватом. Как? Он также занимался знанием. То есть он занимался дааватом или знанием? И тем, и тем. Он занимался дааватом и знанием. Занимался ли он поклонением? Да. Занимался ли он чтением Корана? Да. Занимался ли он нравственностью, расходованием имущества и служением людям? Да. То есть он не занимался чем-то одним. Он занимался всем. Возможно ли это? Да. Мы же можем понять слова сподвижников, когда они говорили о Духа-намазе у пророка, да благословит его Аллах, приветствую. Иногда он совершал Духа-намаз столь регулярно, что мы начали говорить, что он его вообще не оставляет. А иногда он оставлял его совершение, и мы начинали говорить, что он его не совершает. Как это? Он концентрируется на нем какой-то период времени, а в другое время его не совершает. Шаабани, как говорит Аиша, он постился так долго, что мы говорили, что он вообще не прерывает пост. А иногда он не постился так долго, что мы говорили, что он вообще не постится. И если ты скажешь, он постился весь Ша'бан, я отвечу тебе, нет. Хорошо, что же он делал? Постился большую его часть. Также Пророк да благословит его Аллах и приветствует. В Рамадане занимался и тем, и этим, и другим. Когда мы говорили о Ша'бане, мы сказали, что он постился так долго, что про него говорили, что он вообще не прорывает пост. И не постился так долго, что говорили, что он вообще не постится. Мы скажем, иногда он читал Коран так много, что в это время почти не учил людей. А иногда учил людей столько, что почти не читал Коран. Он занимался и тем, и этим. Больше всего пророк да благословит его Аллах и приветствует, уделял свое внимание Корану. Он учил его каждую ночь. С кем? С Джибрилем. Он учил Коран. Так что на конец Рамадана, сколько раз он его прочитывал с Джибрилем? Два раза. Таким образом, для пророка да благословит его Аллах и приветствует, Рамадан был месяцем Корана. Рамадан был месяцем Да'вата, когда произошел Газават при Бадре. Когда мы говорим Газават, это значит Да'ват. Газават не значил просто кровь. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не просто убивал или проливал людскую кровь. Он таким образом призывал к Аллаху. Если кто-то мешал ему, он просто убирал его, чтобы призывать того, кто за ним. И все. Мы отвечаем Западу, кафирам, которые ругают пророка да благословит его Аллах и приветствуют, и говорят, «Вы распространили свою религию мечом». Мы скажем, «А для чего еще нужен меч?» У учителя в руках палка. И как его называют? Его называют учителем. Так зачем ему нужна палка? Чтобы если какой-то ученик захотел навредить остальным, получающим знания ученикам, учитель воспитал бы его, чтобы другие смогли научиться. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, брал меч, когда перед ним становился Абуджахиль и говорил, «Не смей призывать к исламу тех, кто за мной». Он отрубил его голову, чтобы благо достигло тех, кто был после него и за ним. Но если бы кто-то пришел и сказал, «Пожалуйста, занимайся своим призывом, Мухаммад», Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не уколол бы его и колючкой. Если ты хочешь остаться на своей религии, оставайся, просто выплачивай джизию. И все, мы вас не будем убивать. Но если ты мешаешь получить благо тем, кто позади тебя, так не пойдет. Таким образом, все газоваты пророка, по своей сути, были дааватом. Их можно назвать не просто джигадом, но и дааватом. И даават пророка был в Рамадане, как битва при Бадре. Его даават был в Рамадане. Также, уважаемые братья, сколько делегаций приходило к пророку да благословит его Аллах и приветствует в Рамадане. И во главе их делегации была делегация племени Сакриф. Он призвал их к исламу в Рамадане, и они стали мусульманами. В Рамадане пророк да благословит его Аллах и приветствует, занимался поклонением, и был щедрее ко всему благому, чем вольные ветра. Он давал милостыню, расходовал даже на богатых. И богатым он дарил подарки.